здравствуйте люди добрые я рад приветствовать вас на берегу реки и сегодня я хотел бы поделиться с вами своей нечаянной радостью дело в том что недавно со мной произошло весьма приятное событие которое я не только не ожидал но и даже предположить не мог но давайте обо всем по порядку а дело было так сижу я как-то вечером за компьютером ну сижу никого не трогаю можно сказать и вдруг ко мне в контакте обратился человек по имени илья и представился владельцем фирмы тайм-триал ну ребята все кто хоть как-то хоть какое-то отношение имеет к водному туристу конечно же знают фирму тайм-триал по крайней мере они слышали это один из самых основных с наших российских производителей надувных плавсредств виниловых лодок байдарок каяков катамаранов и других надувных изделий из пвх и я не только слышал об этой фирме но в свое время когда выбирал байдарку я рассматривал и их лодки тоже собственно ну и впоследствии в общем-то заглядывал к ним на сайт отслеживал какие-то новинки просматривал хотя никогда сам близко их продукции не видел и именно так я и ответил илья и вдруг он заявляет что я могу выбрать любую байдарку любую лодку я конечно в свою очередь спросил а что требуется от меня взамен и он ответил что я должен буду активно использовать эту лодку рекомендовать ее другим ну и снимать на нее объективные обзоры и выкладывать их значит соцсетях и вот тут илья подчеркнул что именно объективные честные должны быть обзоры а не рекламы ну раз вы хотите честно и объективно то пожалуйста тут же я и заявил или что в том виде в котором я значит вижу их лодки на сайте ни одна из них меня не устраивает и хотел было ему тут начал уже перечислять какие-то недостатки той или иной модели но илья тут сразу мне значит сказал что по выбору лодки со мной свяжется специалист их фирмы и вскоре действительно со мной связались два специалиста фирмы тайм-триал это маркетолог алексей и андрей разработчик моделей специалист как раз тот самый с которым я должен был выбрать лодку кстати у андрея есть канал на ютюбе он называется андрей сонар и если вы интересуетесь новинками тайм-триал посмотрите зайдите к мой канал там много интересного а еще андрей дал мне понять что им интересно продвигать новые лодки и новую технологию дело в том что если раньше лодки пвх только клеили то сейчас еще и варят горячим воздуха и высокочастотные установка и ну это само собой разумеется что в общем то им интересно продвигать новые модели тогда я стал интересоваться уже более углубленно значит продукции тайм-триал и посмотрел много вот этих как раз обзоров блогеров юзеров так скажем их продукции посмотрел в деле какие-то значит лодки и в конце концов я выбрал лодку которая по своим базовым параметрам мне наиболее всего в общем подходит меня наиболее устроит это лодка экшен лодка экшена которая позиционируется на сайте тайм-триал как универсальная лодка хотя по сути таковой в общем то не является это скорее лодка для для белой воды для бурной реки на ней можно значит провести такой веселый активный сплав выходного дня но вряд ли на ней можно путешествовать хотя бы несколько дней и вот из взял ее за базовую модель я в общем то просто-напросто сделал скриншот из прямо со страницы у них на сайте дорисовал все что я бы хотел видеть на этой лодке дополнительно и и значит написал подробное описание составил всех своих пожеланий и разослал всем троим илье алексею андрею и вот тут надо еще отметить что когда я в общем то стал это поподробнее изучать их сайт я понял что на самом то деле лодок то там очень много лодок много разных на все случаи жизни на все значит вкусы и запросы от старой испытанной значит лодки ватерфляй до самых современных сверх легких пак рафтов пак каяков значит есть и рыбацкие лодки есть и лодки под мотор и так далее и так далее и так далее и самое то интересное что любую из этих моделей любой заказчик может в общем то сразу заказать под себя то есть не только вот такой привередливый как я но и любой из заказчиков может сделать свою лодку то есть добавить что-то на имеющуюся базовую модель это все прописано на сайте прописаны все эти опции ну что называется любой каприз за ваши деньги я отправил значит свои хотелки так нас и скажем ребята места материал и они мне ответили вскоре да мы сделаем вам такую лодку но конечно тут со по возникли проблемы со сроками дело в том что все мы знаем что это пандемия карантин и напряженка началась в любом бизнесе в том числе и у них и к чести их они в общем-то сдержали свои обещания несмотря на все эти проблемы и они сделали мне эту лодку и недавно эта лодка ко мне приехала но вот уже вот две недели как и не могу снять на нее обзор дело в том что у нас никак не было погоды все ли это было засуха а тут вдруг зачастили дожди и вот сегодня мы выбрали погоды я значит с этой лодкой попал на берег и сейчас я покажу вам эту лодку а начну показывать ее с рюкзака в котором она мне пришла вот вы видите рюкзак очень большой и вместительный лямки с фирменной тесьмой time trial лямки мягкие лямки мягкие и вот этот рюкзак он с фронтальной фронтальной вот такой загрузкой один утяжник полностью через все одна утяжная лямка которая подстраховывает замок замок вот так по периметру сразу скажу что здесь не только лодка вот я просто из принципа сложил туда сейчас ну как бы на двоих значит на покатушке так скажем выходного дня я сложил два комплекта то есть у меня есть два жилета два весла мало того у меня тут два комплекта сидений я чуть позже объясню почему вот так выглядит сама лодка видите как она какая она тоненькая но сразу скажу чтобы вот так лодку упаковать она не тяжелая я не знаю точно не могу сказать вам сейчас но эта лодка по моей просьбе ее сделали из материала пвх не 850 как идет серийная а 750 граммов на метр квадратный то есть чуть потоньше поэтому она чуть легче значит этой серийной лодки action но плюсом там кое-что добавлено вот такая лодка вот такая вот плоскость такая дощечка и и никак нельзя сделать если не откачать воздух из лодки я вот только с третьего раза вот так аккуратно свернул причем вы видите вот тут у меня куча ремешков это уже мои ремешки с лодкой идет только один вот такой багажный ремешок это конечно печально два было бы в общем-то них нисколько бы не помешало и помогло бы и самое печальное вот в этой лодке самая первая печалька с которой я столкнулся когда вот лодка пришла и я ее решил накачать дома ага лодка то идет без насоса я с удивлением это обнаружил хотя потом поискал в интернете это посмотрел а не только у них лодка идет без насоса не только у тайм-триала но и у вольного ветра и кб сталкер не комплектуют значит своей лодки насосами это в общем-то ребята неправильно наверное все таки вот цена вопроса меньше 500 рублей честно вам скажу я пошел в магазин рыбацкий в своем городке вот такой пластиковый насос не окупил там за 400 с чем-то рублей этот переходник подошел насос работа конечно у меня есть еще насос у меня и поршневой дома есть насос и две байдарки с насосами но представьте друзья а если человек неискушенный купит вашу байдарку и не подать дома не посмотрит и привезет на берег и выходной будет испортен испорчен тем что у него не будет насос он не сможет накачать лодку вот что еще комплекте еще идет куча всего вот эта куча всего значит это пяточные упоры вот такой вот кошелек идет герма вот такая для документов или телефона обязательно идет ремкомплект ну а вот эти пяточные упоры курсовой стабилизатор и держатели спиннинга это уже дополнительные опции но по моей просьбе тут всего мне значит все все эти опции мне предоставили так скажем в полной комплектации сейчас я соберу лодку и покажу ее более подробно но сперва еще пару слов по вот этому рюкзаку штатному ребята это конечно же не полноценный рюкзак в том плане что далеко с ним идти не захочется для того чтобы с ним можно было куда-то пойти далеко ему конечно же не хватает поясной лямки и от грудной стяжки но еще бы я бы добавил наверно еще пару вот этих вот страхующих утяжняков ну на всякий случай ну не дай бог вас вот этот замочек сломается где-то вы наступите вот на этот бегунок раздаете и все все развалится здесь надо вот здесь здесь как бы конечно желательно это или или другой рюкзак а вообще здесь вот есть кармашек можно весло снаружи носить ткань хорошая хорошая ткань все хорошо но хочется немножко доработать вот так выглядит лодка лодка action значит полной комплектации так скажем но прежде всего она моя лодка отличается вот этой вот короткой косынкой полудыкой который я попросил сделать с вот этим вот водоотбойником кроме того попросил сделать спереди вот на этой на носу вот такие петли багажные и на корне тоже такие же багажные петли верная обвязка вот по оба борта значит и уже не верной обвязки попросил также сделать вот этот вот плавник хвостовой плавник курсовой стойчивости почему да просто потому что вот эта лодка она плоскодонная вот вы видите абсолютно плоское дно хотя у него здесь вот рельеф надувного дна прослежности тем не менее она конечно же будет рискать и самое главное вот сейчас я поставил это не сидение это такие как бы спинки и подразумевается в лодке action что я должен сидеть вот так значит коленными или бедренными упорами снабдили для обоих грибцов есть пяточные упоры вот здесь вот есть пяточный упор форме вот такой трубки и для переднего грибца тоже однако ну что касается вот пяточного упора вполне хорошее решение простенькое со вкусом вот из полиэтиленовой такой трубы однако ребята вот всем кто у кого будет такая штука я все-таки рекомендую фаски снять но тут процессе стапеля где-то вы уроните там или еще что-то острый край можно пробить все-таки лодку ну и еще один нюанс в общем-то у нас были разногласия по поводу вот этих вот значит сидушек видите это лодка как мы договорились должна быть универсальной поэтому сейчас я покажу другие сиденья которые мне положили по моей настоятельной просьбе положили в эту лодку совсем забыл упомянуть одну очень важную деталь лодка action подразумевает наличие системы самоотлива то есть по периметру вклеенного надувного дна между ними баллонами должны быть отверстия для слива воды и это важно для сплавов по белой воде но для моих задач это лишнее поэтому я просил не делать эту систему самоотлива вот так должна выглядеть универсальная лодка я настоятельно попросил вот эти сиденья которые у тайм-триал называется фиштрон это сиденье выполнено по технологии и в общем то теперь вот действительно это универсальная лодка потому что я могу сейчас и сплавляться на и рыбачить и отдыхать а какого-то дополнительного крепления для этого фиштрона не потребовалось ребята вот здесь вот мне приклеили значит вот эти полукольца для упора спинки и все а дальше вот это вот сиденье встает в распор между баллонами и нифига ему не сделаться но конечно если очень хочется можно закрепить вот за эти петли сливочками вот такая получилась лодка я пока ничего о ней не могу сказать пока не сяду в нее на воде давайте ребята время дорого штучки вот там затягивать солнышко садится сейчас я попробую лодку на воде и потом уже продолжим разговор исторический момент вот и в реке очень мало ну вот как хватает воды Как ты так? По обводам корпуса лодки можно было предположить, что лодка весьма остойчивая, но я решил проверить это и встал на ноги. Уверяю вас, друзья, далеко не каждая байдарка позволит вам стоять в ней. Лодка хорошая, осадка небольшая, наверное, да? Я думаю, что 10-30 метров этой лодки хватит. Лодка легко управляется, раз она посмотровнее. Вот такая вот у меня получилась нечаянная радость. Огромное спасибо всем, кто сделал эту лодку. Мне всё очень нравится, и как только у меня будет такая возможность, я, конечно же, пойду куда-нибудь на ней подальше. А как только будет возможность, испытаю её с кем-нибудь вдвоём. Ну, вы сами видите, что для одного эта лодка, в общем-то, достаточного водоизмещения и кокфит достаточной величины, чтобы одному, наверное, на неделю загрузиться. Ну, представьте, если у меня сзади будет рюкзак стоять, и вот впереди огромную герму можно положить, я считаю, что тут войдёт всё, вплоть до печки-буржуйки. Ну, а для двоих эта лодка для походов выходного дня тоже вполне можно сплавляться. Ну, а сейчас у нас пока в реке воды мало, если разве что дождички добавят, можно будет и куда-то сплавиться. За сим прощаюсь, сейчас я ещё немножко покатаюсь для души, ну и солнышко садится, надо уже как-то выбираться отсюда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»